Меня зовут Нечаева Лиза, и сегодня у нас хоть и рубрика Photoshop Easy as Fact, но задача будет не совсем уж и easy. Конечно, я постараюсь дать вам максимально понятный и простой подход, как обычно и бывает в этой рубрике. Продолжаем тему возрастной ретуши и будем разбираться, как ретушировать нечеткий овал лица на фотографиях в анфас. Поехали! Итак, вот такое у нас фото сегодня, и здесь нижняя часть лица явно требует исправления. Нужно убрать как бы второй подбородок и сделать четкий овал лица, то есть прорисовать линию нижней челюсти. И тактика работы будет такой. Четкий овал лица мы нарисуем заново, и лучший вариант внести подобного рода изменения на фотографию, воспользоваться доджберном. И нужно будет убрать второй подбородок, но при этом оставить кольца на шее нетронутыми, чтобы все вышло максимально натурально. Делать мы это будем с помощью частотного разложения. Давайте посмотрим все поближе. Нам нужно будет создать линию, идущую от подбородка до угла нижней челюсти. При этом нам не важно, какая форма челюсти получится, главное просто воссоздать ее. А саму форму мы уже подправим в Liquify на последнем этапе обработки. Понять, как выстраивать эту линию обычно очень просто. Даже при самом большом втором подбородке или при самом потекшем овале лица, линия подбородка остается читаемой. Нужно просто соединить эту линию с самой крайней точкой лица. Все, что находится ниже, нужно полностью убрать. И поскольку там и текстурные, и свето-теневые проблемы есть, то, разумеется, проще сделать это через частотное разложение. С другой стороны повторим то же самое. Плюс еще очертим обязательно сам подбородок, чтобы визуально выставить его немного вперед, чтобы казалось, что под ним нет никаких складок и там четкий угол. Давайте приступать к практике. С помощью экшена я раскладываю сразу изображение на частоты. Выключаю для удобства верхние и на нижних буду работать восстанавливающей кистью. По намеченной схеме убираю второй подбородок, но не стремлюсь как-то выгладить там кожу. Боюсь, что сильно замылю объемы, и раз все равно потом нужно будет делать доджберн, чтобы прорисовать овал лица, то и с пятнами на коже проще будет разобраться там же. Второй подбородок убрала, и остались вот эти два участка, где не хватает тени. Есть большой соблазн взять миксер-кисть и попытаться воссоздать эту тень, но я бы не рекомендовала так поступать, потому что есть шанс замылить в тех местах кожу. А учитывая, что мы и так кардинально будем этот участок перерисовывать, то лучше постараться оставить по максимуму оригинальной информации, насколько это вообще возможно. Поэтому я отменяю действие миксер-кистью и перехожу к верхним частотам. Там я работаю штампом и просто стараюсь убрать складки и воссоздать текстуру там, где ее не хватает. Пора переходить ко второму этапу, и я создаю нейтральный серый слой, чтобы в технике TouchBurn начать рисовать четкий контур нижней челюсти. Отдаляю изображение, чтобы лучше видеть форму, и начиная с самой границы вырисовываю тонкие полоски тени там, где они отсутствовали. Под ними начинаю немного осветлять шею, чтобы визуально казалось, что этот участок шеи находится далеко от подбородка, а не прилеплен к нему вплотную. Для удобства включаю черно-белый вспомогательный слой и продолжаю доджбернить. Конечно же помню об анатомии шеи и работаю со светотенью, ориентируясь на нее. У меня уже есть, кстати, одно видео про работу с шеей. Я там показываю, как работает с морщинами, и немного разбираю анатомию. Посмотрите обязательно, если не видели его. В общем, я затемняю шею по бокам, чтобы создать округлую форму, и вырисовываю вот эти мышцы. В целом стараюсь повторить тот светотеневой рисунок шеи, который находится ниже, и плавно продлить его туда, где был второй подбородок. Далее начинаю смягчать складки, но не буду убирать их полностью. Обязательно затемняю нижнюю челюсть наверх, чтобы создать там объем и подчеркнуть форму лица. Финально крупной кистью прохожусь по всей нижней челюсти и создаю тень сразу и под челюстью, и на ней. Основная работа сделана, нужно поправить цветовые пятна, возникшие в ходе агрессивного доджберна. Думаю, что если вы смотрите мои видео постоянно, то уже точно знаете, что я буду сейчас делать. Создаю новый пустой слой в режиме наложения color или цветность, и кисточкой цвета кожи закрашиваю эти пятна. После работы с цветом вижу, что можно сделать еще более четкий овал лица, и для этого я создаю дополнительный серый слой под доджберн. Я делаю это потому, что на предыдущем слой и так уже доджберн сделал максимально интенсивно, и потому что в целом удобно разные этапы одной и той же операции делать на разных слоях. Чтобы можно было и прогресс сравнить, и внести корректировки очень просто, если вдруг это понадобится. На этом этапе я более интенсивно прорисовываю линию подбородка и добавляю теней для объема. Все, овал лица исправлен, теперь можно на слитой копии всех слоев сделать пластику. Если вдруг линия челюстью вышла у вас слишком острой, то можете смягчить ее здесь и сделать более плавной. Также можете исправить в целом форму и сделать все более естественным. Все готово! Если у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях, как обычно, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Увидимся с вами очень скоро в новом ролике. До встречи!